Приветствую вас, Зоя. Ситуация заключается в том, что успокоительные вам особо не помогут, в силу того, что это не лекарство даже, и лекарства здесь вам не помогут, потому что они не оказывают лечебного свойства. Вполне возможно, что если страхи у вас не контролируемые, то и само по себе состояние, если острое, то вполне возможно, что лекарства вам могут дать какой-то эффект облегчения, да, вот, но работать как бы все равно вам нужно будет с психотерапевтом, с психологом по данному направлению. Лично я считаю, что у вас не просто так происходят события, которые вы описываете, то есть история про собак, про то, что их сбивают, так это, конечно, ужасно, безусловно, но объективно, то, что с вами происходит, это не первый раз, да, и, в общем-то, даже, наверное, как вы вот сами пишите, что это происходит далеко не, даже не второй раз, вот. Значит, на мой взгляд, это не случайно, и, на мой взгляд, необходимо с этим разбираться, на мой взгляд, необходимо с этим работать, на мой взгляд, обязательно нужно, чтобы вы как-то вот поработали со своими навязчивыми мыслями, которые у вас, безусловно, присутствуют, вот, ну, именно в вашем, именно в вашем сознании, вот. То есть это очень, очень важная такая история, очень важный момент, на мой взгляд. Вот. За навязчивыми мыслями скрываются, как правило, определенные желания. Вот. За навязчивыми мыслями скрываются, как правило, определенные запреты. И, соответственно, очень важно, чтобы это было исследовано и проработано. Вами. Вот. Значит, что касается страхов, то здесь, мне кажется, нужно опять же исследовать, да, то есть приплакать можно что-то угодно. Очевидно, что ваши проблемы, они, значит, произвекают из детства или из какого-либо прошлого опыта вашей жизни. И именно его, этот самый прошлый опыт, необходимо анализировать, необходимо разбирать. Там еще другого способа помочь вам, на самом деле, нет. Вот. То есть, на мой взгляд, совершенно очевидно, что когда-то вы, значит, отнеслись достаточно поверхностно к проблеме. Ну, своей, своей проблеме. Вот. И, соответственно, как бы момент здесь он вот такой, что это накапливалось, 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 накапливалось. И вылилось вот в данную ссору, в данный момент, в данное проявление, к сожалению. Вот. Значит, нужно разбираться, нужно исследовать, что стоит за вашим страхом, когда это самое главное началось. То есть, если это началось, например, ну, допустим, если это началось, например, в детстве, то это одно. Вот. Если это началось уже во взрослой жизни относительно, то это, соответственно, другое. Вот. вид нужно исследовать. Лично у меня вызывает, не сомнения, я бы сказал, а у меня вызывает настороженность, то, что вы хотите, сейчас, значит, бороться со своей, ну, со своим страхом, вам именно, именно хочется бороться с ним. То есть, вы считаете, что именно борьба нужна. Вот. А борьба это, соответственно, подавление, как правило. Вот. То есть, подавлять, может быть, для вас привычно, но это ненормально. Вот. Ну и таким образом, соответственно, можно говорить о том, что, если вы, привыкли подавлять свои, допустим, какие-то чувства желания или обесценивать их, то это одна из ключевых причин, по которым вы сейчас испытываете то, что испытываете. Насчет, вы пишите страйки и панические атаки. Татус, тревожность, опасность, отношение ко всем этом нужно менять. Воплощаясь людей, панические атаки, в которых не могу себя контролировать, заставляю стерку. Стерка – это потребность вза внимания. То есть, вам не хватает собственной реализации. Уже четыре раза. Так. У нас здесь не могу выбросить из головы. Вот, опять же, почему, видимо, если выбросить из головы? Ситуация как-то задевает, получается. Около проезжей части не могу спокойно ходить, начинается паника и истерика. Из-за чего? Вот тут надо определить, собственно, саму причину, сам исток. Так. Была замерзшая беременность, теперь панические бои запремениться снова. Всем опасности, опять же. Все это натваивается, в голову лезут самые страшные мысли. Скажите, как с этим бороться. Ну, я полагаю, что вам последовательно разбирается все ваши проблемы просто по одному такому вопросу. Да. Непонятно, причины и так далее. Вот. А по препаратам вам, я думаю, лучше ответит врач. На этом все. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok